Пятый канал представляет Итак, мои золотые, сейчас мы растопим шоколад и украсим сверху наши бисквитики свежей клубничкой. Отойдите немного правее. И этот декор выполнен при помощи техники шоколадных подтёков. Технику шоколадных подтёков. И теперь наши пирожные просто... Ммм, пальчики оближешь. Признашно. Ты ещё здесь? Вот, тебе оставили. Там записка. Да? Чудесного вечера. Привет, любимая. Да. Ах! Субтитры сделал DimaTorzok Но не было телефона и ключей от машины На теле несколько ножевых ранений Убитый некий Юрий Безин Безин? Это Безе что ли? Ну этот, кондитер У него онлайн курсы еще Да, сейчас рекламируют везде Даже шимпанзе Без ума, Безе У меня рыночка собиралась на эти курсы пойти Да, я помню, шимпанзе ест Безе Да, извините Так По расположению брызг крови Я вижу, что били справа А нападали сзади Слушай, смотри Тачка-то дорогая Видать, на нее и позарились А он стал случайной жертвой Возможно Заявлю-ка я в полицию об угоне Антох, погоди Стоять Был тут вчера? Да, был, конечно Мы здесь с пацанами каждый вечер на доску гоняем Видел что-нибудь подозрительное? Нет, не видел, нет Если подумать Ну был тут вчера один тип Так Что-то долго высматривал возле машины Как выглядел? Ну такой С меня ростом В черном худи с капюшоном И с усами Старый, молодой Да не знаю я Старый, наверное Как вы примерно Давай дуй уже Малек Безе, ловелас Тусовщик его клиентки В основном женщины за 30 лет А что есть женщина за 30, которая не умеет готовить? Это мое дело не в этом Он умел обаять, произвести впечатление И за это ему платили Да, Вайсберг отметил Что хотя раны многочисленные, но не глубокие Значит, преступник не обладал особо физической силой Интересный факт Перед тем, как зарезать Безе хотели отравить В его крови найдено Небольшое количество цианистого калия Но Яд не подействовал Потому что синильная кислота Которую выделяет цианид калия Соединилась с глюкозой И успела обезвредиться К тому же Безе был сыт А на полный желудок Отравление цианидами происходит медленнее И тогда этот неудачливый убийца взялся за нож? Или их было двое? У меня есть новости Всем привет Привет ДПСники обнаружили угнанную машину Безе Но угонщику удалось скрыться По их описанию, за рулем сидел мужчина с усами Как и говорили пацаны с места преступления Вот его фоторобот Есть идея, как его найти? О, да Смотри, куда идешь Обожаю это место Мария Александровна Здорово, перец Как торговля? А тебе что, часы нужны? Так убирай любые Для тебя полцены скину Знаешь его? А, ты об этом Это залетный тип Не из наших Как найти его, знаешь? Купи пару часов Скажу Понятно Не хочешь по-хорошему Тут рядом отделение полиции есть Пойду порадую парней Твоими часами Да ты что, командир Погоди, подожди Я же в шутку Этот тип обычно вон там торчит У бара Гонишь Ладно, перец Торгуй Пока Это провал Это провал Я прошу вас, прошу вас Только ровнее, меньше муки Только прошу вас Прошу вас, аккуратнее и деликатнее У нас очень ответственная запись Я вас умоляю Здравствуйте Подождите вы У нас Илья Аркадьевич Я к вам Я прошу вас, продолжайте Продолжайте Ого, какой строгий Это он теперь, что ли, у нас будет вести курсы? Я из межведомственной рабочей группы У меня есть пара вопросов По поводу вашего коллеги Безина Царство ему небесное Да Я не знаю, что делать Наверное, придется закрывать курсы Почему? Безе был звездой Мне до него, как до луны А как ваши клиентки относились к Безину? Конфликтов в последнее время не было? Нет, нет, что вы Что вы Безе все Все обожали Простите Мы все курсы записываем на видео Если хотите, можете ознакомиться Очень хорошо, большое спасибо Мне особенно интересует вчерашнее занятие Да, пожалуйста Еще один вопрос Ножи у вас не пропадали? Я не знаю У нас их целая подсобка Что-то докупаем отдельно Или берем целыми наборами Вы позволите мне взглянуть? Да, пожалуйста Спасибо Не отвлекаемся Работаем, работаем Скорее, скорее Живее Нормально там вообще Пандора вроде там стояла Здорово, пацаны Да здоровей, Вейдали Кто такой? Да я от Митьки Плюса От Митьки? Пойдем поговорим Ну что, молчать будем? Ну, он мне сказал Что ты все сделаешь правильно Цейник не заломишь Ну, да-да, все так А что делать-то надо? Это тачка мне одна приглянулась Подгонишь? Соледняк Хорошая тачка Да По деньгам-то потянешь? Да потяну, потяну Ну, в таком случае Мне сначала ее пробить надо Так что, полтинник вперед Полтинник? Ну, да Я плачу в два раза больше Но она должна быть у меня сегодня Сделаю Пацанам цифры диктуй Брякну Ой, Дмитрий Владимирович Чего? Ну, зря вы Ну, зря вы эти вот Круассаны идите Там же химии полно Вот как я На здоровое питание переходите Я такое уже пробовал И от такого здорового питания Сам становлюсь нездоровым Вот Вот видите Это вам знак свыше Что нужно менять Свои вкусовые привычки Знаете? Это знак того, боец Что тебе здесь Убраться нужно Работай Здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут? Зулья Зулья Покажите, пожалуйста Где у вас лежат ножи Сейчас пойдемте Туда надо пройти Пойдемте Вот здесь все ножи Так Скажите, а где нож отсюда? Не знаю Сама искала сегодня Не нашла Думала, Бизет ругает Он всегда все проверяет Перед началом Эй, постойте А что это такое? Не жалко вам выбрасывать? Да у нас этого добра С вчерашнего, наверное, осталось Ну-ка, подождите Чудесного вечера Для кого эти пирожные? Да, опять для Бизе Ему женщины всегда Такие подарки дарят Никак угомониться не могут Да и не льешь Аркадьевичу Ему сладкое нельзя Диабет Постойте, постойте Можно я возьму Это все с собой? Мусор? Да Ну берите Только Илье Аркадьевичу не говорите А то он меня отругает У него сегодня плохое настроение Хорошо Господин Спицын Вы просили запись урока Ну давайте посмотрим Вы видите? Она что-то подсыпала в капкейке Это кто? Это Рубцова Сложная клиентка Все не так, не эдак У нее были конфликты с Безиным? Да постоянно Вечно она лезла со своими спорами С советами Без этого ух как не любит Ну вот А говорили, что все его обожали Да как-то выпало из головы Я У вас есть ее контакты? Да, конечно У меня все в телефоне Супер То, что надо Ну ты красава вообще А самое главное успел Вовремя, день в день Не знаю, мне такие тачки не очень нравятся Да? Что там с оплатой-то, а? А, ну да Угу Ну я бы на твоем месте не об оплате А адвокате беспокоился Да Если по деньгам потянешь Известный преподаватель кондитерских курсов По прозвищу Безе Зарезан ножом у собственного автомобиля Подозрение падает на угонщика машины Леху Косицкий находит Леху И угнанный автомобиль Но Леха решает сбежать Сам справишься? Справлюсь Знаешь, после упоминания кондитерской У меня сразу как-то аппетит разыгрался Кстати, здесь недалеко открыли шикарный ресторан Давай столик закажем? Слушай, а чего мы все по ресторанам да по ресторанам? Может быть дома что-нибудь вкусненькое приготовишь, а? Дим С нашей работой когда? Татьяна Андреевна Знаешь, было бы желание, а время и место всегда найдется Или ты готовить разучился, а? Дим, ну ты же знаешь Умею Готовлю Практикую Звучит интригующе Значит, умеешь готовить, да? Да Ну хорошо Ну а давай тогда прямо завтра проведем вот здесь, в кабинете, романтический ужин Прекрасное предложение Ну хорошо, тогда с тебя Утка по-пекински Утка как? По-пекински А с меня бутылочка дорогого красного вина Так, так, вы все хорошо договорились? Значит, утка по-пекински, да? Договорились Так, домашняя кухня Алло, здравствуйте, скажите, у вас можно заказать утку по-пекински на завтра? Да, адрес сейчас продиктую Кто заказал угнать машину безе? Никто Ну покупатель всегда найдется Я эту машину еще недели две назад просмотрел А чья она там, безе, мизе, шмизе, мне вообще плевать Ну с этим понятно Почему ты убил безе? Да не убивал я безе Мокруха, это вообще не по моей части Но я видел, кто его мочканул Допустим Откуда мне знать, что ты говоришь правду? А оттуда, что в тачке была установлена камера с двумя глазками В одну и в другую сторону Камера работала, пока вся эта возня у машины происходила И ты хочешь сказать Что убийца попал в кадр? Ну и где эта запись? Я че тебе дебил все за так рассказывать? Вот че ты такой наглый, а? Ты машину угнал Оказался потевление при задержании Ну хоть срок скостишь? Ну от тебя зависит Регистратор на полке там, в гараже Ну где гараж, ты знаешь? Ну вот и молодец Дмитрий Владимирович, запись регистратора включилась поздно Вот, смотрите Привет Да, момента убийства не видно А это что за тип? Ведь безе зарезали Без ножа Жень, а перемотай момент, когда он безе держит за плечо Сейчас И увеличит максимально Сюда? Такие тату в нашем городе бьет только один мастер Это что-то вроде его визитной карточки И я его знаю очень хорошо Здорово, кратища Какие люди? Здорово Как нам по делу решила татуху себе набить? Ты с ума сошел? Че мне там набивать? Здесь столько имена моих бывших Да боюсь, места не хватит Скажи, пожалуйста Твоя работа Да, моя Года два, три назад делал Слушай А как бы мне узнать имя этого человечка? Слушай, у нас в приходе есть журнал отзывов Там этот чувак оставил запись По-моему, там имя его есть Давай тащи Я сейчас Взгляните, что было в капкейках безе Ционистый калий Дальше Слабительное? Зачем? Хороший вопрос Подожди, так он что хотел? На время вывезти из строя или все-таки отравить? Не получилось отравить, зарезали? В любом случае, есть повод вывезти трупционно Девушка, татуировку сделать не хотите? Соглашаетесь, у нас сегодня скидка Вот, смотри Володя его звали Я в полном восторге Коротков ВМ Спасибо, дружище Дальше я сам Грот Вот, и где-то в 21-30 получается последний был Лобанов и Копахчинин А чего не пустил? У Лобанова документов не было, а этот Копахчинин, он вообще какой-то, знаете, странный Понятно Вот Ой, а это что у вас? Утка по-пекински Вот знаете, куда ни плюнь, везде это все китайское А, Гриша, а ты лучше не плюсь, а выкини мусор Легко Угу Пожалуйста Угу Так Опа Вот тебе и опа Пульса нет Кровь из раны на виске Ее кто-то ударил? Нет Кожа была бы по-другому рассечена Думаю, несчастный случай Ну, в айсберг установят точно Чайник еще теплый, недавно, думаю, кто-то в гостях был Мм, слушай, ну, утка обалденная Таня, правда, очень вкусно Я рада, что тебе понравилось Слушай, а когда ты успела? Мы же севера во сколько, в одиннадцать уходили А утка эту по рецепту вроде с утки маринуют Мм, ну, я мариновала немножко поменьше, все равно же вкусно получилось Единственное, знаешь, вот на мой вкус Этот соус хайсин, он немножко густоват Наверное, простой уксус добавила, а не яблочный, но Да нет, я просто с сахаром переборщила В смысле, с медом? Да Татьяна Андреевна Гриш, потом Татьяна Андреевна, это вы что, вопрос жизни и смерти практически У вас в пакете чек на эту утку остался Возьмите, это очень важно Не рискуйте, пожалуйста, Татьяна Андреевна Вдруг там, ну, мало ли что, знаете Гриша! Спасибо, Гриш, иди на пост Берегите себя, знаете, я как-то распельмени Я, конечно, догадывался Соус хайсин тебя выдал Спасибо Было очень вкусно Я рада Помогите! Помогите, пожалуйста, пожалуйста Он, пожалуйста, он сошел с ума Он меня сейчас убьет Кто убьет? Убьет Иди сюда, дура, кому сказал! Володя, ну как тебе не стыдно прелюдишь? Спокойно, приятель, между ведомыми она рабочая Не бревать кто ты, я сейчас тебя здесь, в этой подворотне, ты понял? На кухне Рубцовой я обнаружил растительное ослабительное Именно такое ослабительное и было в капкейках безе Рубцова также могла яд подсыпать? Но у нее не было мотива Вне курсов они не встречались Ну, вообще-то это не совсем так Рубцова вела свою страничку с кондитеркой еще задолго до курса безе Смотрите Вот, она пишет, что безе вор и самозванец И что он украл ее авторские рецепты и по ним составил свою программу Вот и мотив А Васьберг считает, что Рубцова умерла от удара края стола височной части головы Ни алкоголя, ни других веществ в крови не обнаружено Чуть не забыл У подъезда Рубцова есть камера Я скопировал консьержа Женя, держи Я думаю, что мы сейчас узнаем, кто приходил к Рубцовой Собирайся, у тебя 10 минут Мы едем в отделение А что сразу в отделение-то? Ты подозреваешься в убийстве Безина Какое убийство? Вы что, с ума сошли? Я его не убивал Есть запись с видеорегистратора На ней видно, как ты подходишь к Безину, а потом он умирает Как ты это объяснишь? А так, когда я к ней ему подошел, он уже был ранен Я лишь встряхнул его слегка, а он давай заваливаться Да я знаю твое слегка Что ты там вообще делал? А покрупнее дай Момент Так это же помощник Безе Асипович Интересно Я каждый день встречаю Галю после курсов Ну конечно, а то вдруг я не домой побегу, а в койку прыгну Да помолчи ты уже Вчера приезжаю, а там двери закрыты А эта коза телефон не берет Курсы раньше кончились, у меня звук выключен, я в магазин пошла А мне это что думать нужно? Вот где ее искать? Смотрю, крендель этот у машины лежит Я к нему раз, а он весь в кровище Замолчи А почему не вызвал скорую или полицию? Да потому что На мне условка висит А потому что с людьми нужно разговаривать А не с кулаками на них лезть И ты думаешь, я поверю тебе на слово? Погодите, я же туда на такси ехал Вот, смотрите Вот Так, заказ завершен на 21-28 Высадил он тебя прямо возле кондитерской Хорошо? Я проверю Отделение пока отменяется Пока Пошли домой Да Еще раз ее тронешь Посажу Пошли, дорогая У Асиповича телефон выключен А по прописке он не проживает А у тебя что? Да сплошные фотографии еды и рецептов Ой, подожди А вот он с какой-то девушкой А ты можешь как-то попытаться узнать, кто это? Да, сейчас проверю Короче, Коротков не убивал Такси подтвердили его заказ В 21-28 он был возле кондитерской Более того Таксист проезжал мимо машины Возле которой Безе стоял на полусогнутых Подумал, что он пьян Тогда, получается, убийца пырнул Безе еще до Короткова Он его поджидал? Это не случайность? А, да Я нашла эту девочку Это племянница Асиповича Рита Она? Угу Она еще студентка Ну, давай все ее контакты Здравствуйте Я хочу поговорить с Ильей Асиповичем Не знаю Я дядю давно не видела Точно? Заходите, проверьте Я чайник поставила Может быть, чаю хотите? Нет, спасибо Куртка ваша? Дети, беги! Известный преподаватель кондитерских курсов По прозвищу Безе Зарезан ножом у собственного автомобиля В крови Безе обнаружен яд Спицын находит запись урока На котором одна из клиенток Безе Рубцова Подсыпает какой-то белый порошок в капкейке Анализ показывает, что капкейки были отравлены Версеева и Спицын едут домой к Рубцовой Но она уже мертва Камеры фиксируют помощника Безе Асиповича, выходящего из подъезда Рубцовой Асиповича, выходящего из подъезда Рубцова О диете не думал? Думал. Спасибо. Зачем вы пришли к Рубцовой? Я хотел спросить у нее, зачем она отравила безе. Ведь ваш коллега видел запись. Рубцова что-то подсыпала в капкейке. А я думаю, вы специально показали запись. Вы же понимали, что будет обыск. Вы пришли пораньше, чтобы подложить санистый калий. Сейчас неумело врете. Я в жизни никого не обидел. Я всегда считал, что лучше не конфликтовать. А теперь посмотрите на меня. Кем я стал? Вы правы. Я искал Рубцовое место, куда положить яд. И она меня за этим застукала. Стала кричать, угрожать. Говорила, что вызовет полицию. Я оттолкнул ее. И она упала. Ударилась головой прямо о край стола. Я не хотел. Почему вы не вызвали скорую? Я испугался. Я надеялся, что она выживет. Хорошо, допустим, я вам поверила. А Безе, как давно вы купили для него яд? Только не для Безе, а для себя. Я хотел отравиться у него на глазах. Хотел, чтобы он спас меня. Я любил его. Понимаете? Любил. Понимаю. А вы признались ему в своих чувствах? Нет. Совсем не так. Я предполагал разговор о чувствах. Ты был сегодня великолепен. Да. Без тебя мы бы не справились. Знаешь, мне вдвойне приятно. Не подходи ко мне так близко. Так близко или... Я ничего плохого тебе не сделаю. Лапы свои убери. Ты что, совсем головой поехал? Ты что, придурок, что ли? Слушай, нет, точно, больной, придурок. Фу, блин. Так, все, надо, забери. Не хочу тебя больше видеть. Ты уволен. Вали отсюда. Я был как в затмении. Я дышать не мог. Как я мог не видеть, какой он человек? Постарайтесь успокоиться. Хотя, вот я. Какой я теперь человек после того, что сделал. Прошу племянницу Риту, не трогайте. Она ничего не знала. Хорошо. Так, ладно. С отравителем разобрались. Кто напал на Безе с ножом? Понятия не имею. А Типовичу веришь? Да. Напротив метро на остановке были камеры наблюдения. Пойдемте, там есть что посмотреть. Ну что ж, получается, что убийца напал с ножом на Безе примерно в 21.20. И это никак не мог быть Типович. Ну, значит, эта версия мимо. Какие варианты предложения? Горячая парочка во время перепалки проговорилась, что Безе спал со своими клиентками. И выбирал в основном замужних женщин. Это ты к чему? Да я вот все думаю. Почему замужних? Может, он бабки с них тянул? Иначе ему мужу все расскажу. Да, но на последнем курсе Безе женщины в основном небогатые и почти все свободные. Твоя теория не работает. А если проверить тех, кто учился на курсе или на два раньше? Может, кого-то из них Безе шантажировал? А давайте я все-таки проверю записи предыдущих видеоуроков. Может, мы там что-то найдем? Да. Стоп! Мне кажется, я что-то нашла. Вот так, смотрите. Безе провел по плечу, что-то сказал. А она не может скрыть раздражение. У них явно что-то было. Так же не пробей, кто это такая. Окей. Скажите, это кто? Это Марьяна Ракитина. Ракитина? А это, случайно, не жена известного банкира? Она самая. Без завис кожи вон лез, чтобы ей понравиться. Уж не знаю, чем у них там дело закончилось, но она бросила курсы. Ну что, какие новости? За последний месяц Марьяна два раза снимала со своего счета по 250 тысяч. Получается, версия с шантажом подтверждается? Судя по ее геолокации, она сейчас в Выборге. Да е-мое! Ну что, себе придется ехать. Хотя, есть еще вариант, что Марьяна сама приедет. Подожди, это как? Привлечу Масиповича. В смысле? Да готовь аппаратуру. Кажется, у нас новое место преступления. Эх ты, Косицкий. Значит так, пиши. Это ты умертвила Безе. Погоди, 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 погоди. Умертвила все-таки литературно, да? Давай так. Это ты прикончила Безе. Не смей отрицать этого. Не смей. Нет, как-то в лоб. Давай так. Может, просто? Я знаю, это ты убила Безе. Ну давай, пиши так. Угу. Наверное, не ответит. Ответит. Как минимум возмутится. Уж я-то знаю. Вы ошиблись номером. Надо же. Ответила. Ага. Слышь, Вик? Пиши. Это ты ошиблась. Я видел, как ты брала нож из подсобки. Что тебе нужно? Ё-моё. Сколько восклицательных знаков. Слышь, Вик? Походу мы задели ее за живое. Так, пиши. Жду тебя через час возле студии. И возьми с собой сто тысяч и пироженки. Капкейки. Ну что там? Идет? Илья, хватит мять руки. Расслабься. Веди себя естественно. Она не должна догадаться, что это облава. Так, собрались. Идет. Кто-нибудь знает, кроме тебя? Приходили из полиции. Я ничего не сказал. Безы сдох, да и плевать. Мне деньги нужны. Вот здесь двести. И чтоб ты от меня отстал раз и навсегда. Понял? Иначе ты знаешь, на что я способна. Марьяна Ракитина, вы арестованы по подозрению в убийстве Юрия Безина. Ой! Сядь, сядь, сядь. Ты как? Мои капкейки. Ух! Сядь, сядь, сядь. Не подходи ко мне. Не подходи. Чтобы я сейчас не сказала, вы меня все равно посадите. А там я не выживу. Не подходи ко мне. Я хочу жить. Я хочу жить. Я хочу жить. Безина тоже хотела жить. Но ты ему шансы не дала. Я и представить себе не могла, что когда-нибудь изменю мужа. Но когда увидела Безе, меня словно подменили. Я ни о чем другом думать уже не могла. Ну, конечно, вы не могли ни о чем думать. Ведь по вашему брачному договору в случае измены вы останетесь без копейки. Откуда это у вас? Сделали запрос, когда начали вас подозревать. Так что произошло? Безе записал наш секс на видео. И стал требовать денег. Угрожал, что отправит файл мужу. Я не могла этого допустить и заплатила. Но он стал требовать еще, а потом еще. Вы понимали, что он не остановится и решились на убийство? Зулия, здравствуйте. Здравствуйте. Извините, я в прошлый раз забыла у вас формочку для печенья. Силиконовую из дома брала. Может, посмотрите? Сейчас посмотрю. Посмотрите, пожалуйста. Да-да, красненькая такая. Я должна была принести этому подонку очередную сумму. Мы договорились встретиться в половине девятого. Я осталась на улице и спряталась неподалеку от его автомобиля. Он вынудил меня. Понимаете, вынудил. Этот говнюк доил бы меня и доил. А у меня не так много денег на счету осталось. А если бы муж узнал? Да он бы вышвырнул меня на улицу. Я бы осталась без своей квартиры, машины, буквально без штанов. Это из-за одной ошибки. Да, да. Но в результате вы потеряли гораздо больше. Вот, угощайте, пожалуйста, напекла. Спасибо, Татьяна Андреевна. Ну-ка. Ух ты, как интересно. Гатана Андреевна, а вы правильно, что положите по меньше сахара и побольше овсянки. Это для желудка падения. Да? Вкуснотища. Вика, береги зубы. А где Гриша? Давайте позовем его с нами чай пить. Наш зожник сказал, что черный чай вреден, а печенье – это баловство для слабовольных. Все, я правильно сказал. Потому что в печенье вашем сахара полно. А сахар – это что? Что? Это белая смерть. Нет, 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 Гриша. Ты же их даже не попробовал. Попробуй. Это овсяное, на сахарозе, натурпродукт. Тебе понравится, я тебе точно говорю. Точно? Угу. Ну вот, вот, наконец-то вы меня услышали. В правильном питании – это залог здоровой, долгой жизни. Гриша, ты не понял, это печенье на самом деле не диетическое. В нем много сахара, масла, жира. Нормальное обычное печенье. Ну, кто-то же должен вас избавить от всей этой вредятины, правильно? Да, действительно. У меня там еще очень много в кабинете печенья. Хоть один благодарный сотрудник. Пойдем. Пойдем. Субтитры создавал DimaTorzok